всем привет мои солнышки сегодня я решила записать вам рецепт очень старинного хлеба 1901 года когда-то я нашла этот рецепт в интернете и постоянно пику готовлю этот хлеб дома чем он удобен тем что его не надо замешивать и совсем мало ингредиентов для него требуется очень хочу поделиться с вами этим рецептом давно собиралась все никак не доходили руки моя кошка безумно любит когда я этот хлеб готовлю из-за запаха дрожжей поэтому она сегодня с нами итак смотрите что вам потребуется вам потребуется обычная вода 1 грамм дрожжей у меня вот такие вот дрожжики получается 1 десертная ложка соли я добавляю юдированную соль одну столовую ложку сахара и мука и все это мы будем замешивать и выставлять тесту подняться на три часа под полотенцем и так теперь что нам потребуется конкретно для работа это мерный стаканчик для воды муки обязательно пищевые весы и все точно взвешиваем в этом рецепте обязательно нужно все точно взвешивать итак смотрите нам требуется воды именно воды 380 миллилитров то есть вы прибавляете обязательно вес вот этого стаканчика у меня получается 433 грамма вода миллиграмма вода все я ее сюда добавляю туда же добавляем получается одну столовую ложечку сахара одну десертную ложечку ну вот я надо с горочкой прям делаю юдированной соли и 1 грамм дрожжи 1 грамм дрожжи я также взвешиваю вот в маленькой рюмочке если рюмочка у меня допустим вот я ее взвешиваю 93 значит я прибавляю 1 грамм дрожжей получается 94 дрожжи покупают самые обычные пищевые хлебопекарные сухие быстродействующие по моему не 13 рублей ваша не стоит вот такие у дрожжики все размешали записали 380 миллилитров воды 1 грамм дрожжей 1 столовая ложка сахара и полторы десертной ложечки соли все размешали надо дать настояться чтобы дрожжики 20 минут хотя бы немножко постояли водичка у вас должна быть теплая мои хорошие не холодно прямо теплая не ближе горячий но прям вот чувствительно тепло и осталось у нас мука муку берем 409 с половиной граммов у меня это 462 включая стаканчик взвешиваем можно немножечко больше если вы хотите хлебушек поплотнее но ненамного вот я здесь весело мне получилось 464 грамма и все сейчас я буду ее сюда просеивать и замешивать замешивать тесто обычной ложечкой не руками давайте посмотрим вот так вот я потихонечку и и высыпаю 1 ручка видите держу телефон 2 ручка я вам записываю все понемножку вот так вот я просеиваю обязательно нужно мой хороший просеять когда мы сейчас все с вами размешаем мы накроем получается вот это вот посудину с тестом полотенцем на 3-4 часа и когда хлебушек наш тесто два раза поднимется моего ложечкой собьем второй раз когда поднимется мы уже добавим его будем выкладывать его форму и выпекать ровно 35 минут обязательно запишите выпекаем в духовке ровно 35 минут на скорости 175 градусов так ну все марки я отлично взбила тесто вот так вот прям очень хорошо ложечкой минут так 10-15 я его взбивала до однородной массы и теперь нам нужно его на часа три может быть больше все зависимости от температуры которая у вас в доме закрыть его и поставить на поднятие беру чистенькое полотенчика и вот так вот прям очень хорошо плотненько него закрываемое солнышке и она должна подняться два раза первый раз поднимается я его собью опять ложечкой чтобы она опустилась второй раз поднимается и уже на второй раз когда на хорошо хорошо поднимется мы будем с вами выкладывать его форму у меня чугунная сковорода я ее предварительно обмажу маслом растительным и посыплю манкой чтобы корочка у хлеба была изумительной из манки и быстренько хочу пробежаться по продуктам мука у меня обычная на каждый день ваша не стоит 58 рублей по моему килограмм если вот не помню точно значит здесь у меня обычный сахар соль правда я беру юдированную с йодом значит дрожжики обычная водичка обычная теплая питьевая вот но обязательно должна быть теплая то есть даже чуть чуть выше градуса ну как сказать вот не просто теплая а ближе горячий что ли вот так вот я делаю чтобы дрожжи могли быстро подняться ну вот солнышки ждем результаты будем уже выкладывать и выпекать ну вот мое хорошее тесто поднялось смотрите прошло три часа я его вот так вот сбиваю видите опускаю его хорошо опускаю опускаю и надо чтобы оно поднялось второй раз сейчас она быстренько опять под полотенчиком поднимется второй раз и мы уже будем с вами хлебушек наш выпекать ну что мы солнышки тесто у нас поднялось с вами второй раз посмотрите как хорошо я уже немножко налила в чугунную сковороду растительного масла и сейчас вам буду показывать как я буду добавлять сюда манную крупу смотрите совсем немножечко мой хороший вот так вот вот слегка прям сыплю вот чуть 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 много не надо мой хороший это для того чтобы корочка у нас у хлебушка взялась было очень очень вкусно сейчас пока я буду выкладывать наше с вами тесточка мы ставим плитку ровно на сто семьдесят пять градусов вот значит духовочку и будем выкладывать туда тесто ну вот мои рыбки тесто я выложила все в чугунную сковороду и сейчас буду его перенаправлять в мою духовочку там она как раз разогревается на сто семьдесят пять все и получается мы с вами будем ждать 35 минут вот сто семьдесят пять градусов 35 минут засекаем время и уже будем смотреть итоговый результат итоговый наш хлебушек но что мои хорошие остается ровно три минуты до того как я буду наш хлебушек с вами вот так вот не видно конечно вытаскивать поэтому я потихонечку отключаю плитку потихонечку вот со ста семидесяти пяти градусов я ее отключаю и там еще получается вот этот жар который внутри находится он его потихонечку допекает а так я уже все подготовила подготовила чугун на что буду ставить подставочка вот такая вот и и подготовила тарелочку для нашего с вами хлеба сейчас будем смотреть еще ждем три минутки я включила свет так взяла полотенчика смотрим ой камера запотела вот так вот наш хлебушек вытаскиваю чугун ему нужно очень аккуратно и сразу ставлю на подставочку смотрите какая красота смотрите мои рыбки какая красота сейчас я буду очень аккуратненько ножичком его со всех сторон переворачивать на другую сторону смотрите вот так вот видите я тихонечко беру ножик со всех сторон вот так вот его поддеваю чтобы он не прилип вот так вот все его можно вот так вот раз и перевернуть так как я камеру держу в руках не смогу вам показать как я делаю это одной рукой перевернула вы посмотрите какая здесь получилась корочка у него гляньте вот здесь практически ни грамма жира вот немножечко еще да вот остаточки манки есть до маслица растительного совсем немножко нужно и вот сейчас он остынет мы с вами отрежем кусочек и посмотрим какой он по толщине вот даже отсюда видно что он сейчас очень горячий что он очень такой приличный будет большой вы можете делать и 30 минут но вот у меня муж любит очень сильно зажаристое чтобы он прям был хлеб хлеб прям с корочкой я готовлю ровно 35 минут ну что мои рыбки дождемся когда хлебушек остынет что мы солнышке хлеб подостыл я его развернула другой стороной чтобы он быстренько подостыл и показываю вам уже нарезала какой толщины у нас получились кусочки вы посмотрите это вам не магазинный хлеб не магазинная дрянь посмотрите всего лишь грамм дрожжей моей рыбки грамм дрожжей и вашего терпения 3-4 часа вот посмотрите прелесть гляньте вот поближе прям показываю смотрите я выждала это время когда он остынет вот здесь манки даже практически не видно я делаю поджаристую корочку 35 минут прошу мне так любит муж но вы бы можете выдерживать его 32 30 минут чтобы он просто у вас как бы хорошо подрумянился вот такие кусочки изумительные вот такой обалденный хлеб делу с обычной муки на каждый день которая стоит 59 рублей ваша не сию не подняли последний раз мы ее за стойка брали макфу я вообще уже давно не применяю так что мы солнышки всех жду вас на своем канале люблю вас целую готовьте этот изумительный хлеб будьте здоровы и счастливы до встречи